давай меня привет уважаемые друзья в первую очередь это видео для тех кто участвовал в нашей благотворительной вот этой акции кто скидывал денежки в нашей я тоже туда скидывал чтобы показать людям собственным примером вот но видос у нас в чем сейчас я вам поясню то есть в принципе все шло нормально по крайней мере как запланировано но возникла одна штука то есть тут позавчера получается звонит не говорит даже и меня в общем звонит наталья и давай меня дрючить ну надо отдать должное то есть без мата так нормальными словами да то есть что я не имел права что нафиг я это сделал что какие там комментарии ужасные во всем этом деле ну если вы видели ну ничего такого супер непотребного я там не видел ну в общем теперь давайте по порядку почему то есть я вообще начал до пытаться снимать все это дело но так скажем чтобы как скрытой камеры то есть камера естественно не скрытая да ну как скрытой камерой почему во первых я бы это не начал делать без так скажем ну не то чтобы без разрешения да ну когда был вообще самый первый выпуск всего этого дело то есть когда мы с сережкой обшивали стены то есть я наталью попросил ну то есть мы пока работали общались с ней да так все это непринужденно там хи хи ха ха и когда я потом пришел с камерой игру ты расскажи наталья вот так же как мы общались то есть даже что у тебя там есть там такой инструмент такой да что-то там это обшивая что обшиваешь то есть ну вот как было так и есть агитой я так не не смогу сделать вот если ты сразу снимал пока я не знала было бы как бы нормально думаю ну я то эту фразу запомнил вот поэтому я вообще ну то есть начал снимать как скрытой камеры ну камера естественно не скрытая второе почему я снимал дом то есть там еще есть претензии да потому что я пытался собрать на дом и людям надо показать то есть в каком он состоянии да какая там комната какая там еще пристройка еще пристройка то есть как я могу людям объяснить что блин дом там разваливается не показывает дом это конечно очень интересная задача вот потом какие то что непотребные там ракурсы еще что-то ну а что там такого непотребного не знаю никто из моих знакомых такого там супер ужасного не заметил то есть ну ну да ракурс может не очень ну потому что это же как скрытая камера то есть в руке и просто носил ну попала она извините меня на попу да ну и что ну человек так работает в огороде он так выходит на улицу значит нормальная одежда да то есть никаких проблем нет ну в общем суть не в том то есть что эти видосы и и оскорбляют там и так далее ничего не надо базара нет то есть пока вот меня на первый круг вот так вот мне все это дело высказывали я сел пока все это дело удалял ну пытался сначала как-то сказать что да не считает эти комментарии на фиг они нужны мало ли кто там что писал причем на какие-то извительные комментарии я пытался ответить сам до чтобы так скажем не выглядеть до показать что наталья достойна какой-то помощи вот но мои слова никак не воспринимались в общем пока мы разговаривали первый раз я все видосы удалил потом пошел второй круг который в принципе полчаса воспринял да просто ну внутри то я накипал и вот уже на третьем круге когда прозвучали слова что этим я раскручиваю свой канал что я собираю бабки то есть нужно что собственно говоря я мошенник и афирюга у меня тут прям пар из ушей на хрен полез я сказал стоп надо чтобы были удалены видео я все видео удалил это первое второе что я раскручиваю этим канал эти видео они в принципе они нужны но люди их и не смотрят то есть там за видео которое было полгода назад там 1500 всего человек посмотрела до последнее видео 500 человек посмотрела то есть это абсолютно не тот формат который нужен не то что который нужен на котором можно раскрутить канал я говорю поэтому я ничего не раскручиваю твоими вот этими видео и третье игру я старался для вас чтобы вам какие-то собрать деньги и в общем не так в ответ что ничего еще спасибо тебе что ли сказать вроде как ну игру все я понял все видосы удалены проблем нет я говорю сниму деньги тебе привезу денег мне не надо бегу ну ладно я тогда отдадим деньги детям без проблем ну все все разговор закончили думаю ну ладно думаю зря эти фигней занимался не фигней ну занимался в общем в общем звоню ирине ирина это человек в общем на новый год мы в дом интернат собирали подарки с ней она собирала какую-то сумму я собирал сумму потом сложились купили подарки видосы эти есть вот звоню ирина гривен у меня тут девушка отказалась в общем от помощи она говорит сколько денег я говорю 31 что-то там с копейками я говорю давай купим на новый год подарки уже собирать тогда не будем думаю люди будут не против вот и иногда 31 как бы на подарки много то есть там 20 с небольшим нормально но год слушай у меня тут вот у соседей то есть они буквально на днях сгорели то есть они выхватили только документы выбежали из дома то есть у них сгорело все то есть у них нет одежды у них нет ну ни окон ни дверей то есть пол крыши да и половина стен осталось то есть все и документы не денег не ничего не техники ничего нету вот как бы может им помочь я говорю без проблем наверное люди опять же не будут против я гручу всю сумму она горит не давай мы 20 тысяч оставим детям на подарки ну либо на какой-то нз вдруг там людям потом будет не в гон не в моготу то есть десять тысяч давай поможет базара нет я значит на следующий день с утра собираюсь то есть беру камеру не же естественно это все надо показать и отчитаться перед вами потому что я если кто не в курсе то есть я сделал карту сбербанковскую указана была только одна карта это сделалось специально чтобы я мог сделать конкретный отчет о поступивших средствах то есть каждый месяц я так делал вот это видео выписку с то есть сколько пришло средств то есть ник что никуда не снималась не это то есть этой карты не делалось ничего туда только поступали вот эти вот благотворительные деньги вот в общем я поехал снял десятку поехал туда по горельцам отдал им эту десятку видос я вставлю в конце и отчет посредством то есть по поступившим тоже вставлю в конце видео вот отдал эту десятку и собственно все да то есть снял дом чтобы вам показать все это дело если вы не верите можете приехать туда сами посмотреть если вы в омске живете да то есть я когда про дом буду я там внизу адрес ставлю хотите съездить и посмотрите сами вот в общем вот собственно и все я думаю ну блин фигня какая вышла в общем не буду больше этим делом заниматься думаю может ладно наталья может там начитавшись комментариев каких-то до язвительных может у нее тоже закипела и давая она меня дрючить вот ну нет оказывается на следующий день тоже она пыталась звонить но был на монтаже там все шумно игру пиши sms вот в общем давай меня еще там sms к минуту не дрючить уже как бы тогда а ну в общем я буду болтать давайте с моски покажу там ничего такого страшного нету вот когда и как ты объяснишь людям что деньги в интернат завтра ну естественно я был на монтаже то есть часть погорельца мандали перед людьми я читаюсь без проблем ты зачем вообще дело последнее видео меня позорить чё там позорить не знаю позорного никто ничего не видел чё на унитазе не снял но это уже язвит она каждый угол дома залез зачем вот я объяснял зачем я залез каждый не в каждый угол дома просто из комнаты вышел на улицу просто снимаю вокруг обстановку для того чтобы люди поняли что этот дом в аварийном состоянии до в полуаварийном и там нужно бы было бы построить новый дом так читаем дальше я считаю тебя аферистом сколько я зарезал сколько перерезал сколько души я загубил думаю все так и было задумано по поводу а по ходу ты так делаешь не в первый раз помогаешь ну без проблем твое право только поясни мою выгоду зачем ведь ты думал я глупая со мной так можно то так можно я даже видео твои не просматривала а выгоду свою ты знаешь просто обидно очередной раз ошибаться в людях хотя изначально тебе не доверяла видно что ты артист ну вот хорошо артист мы на ю тубе все артисты вот какую причину укажешь что изменила решение оказалась недостойной я теперь всегда буду стараться смотреть твои видео может можешь меня считать твоим подписчикам не под моим именем ну собственно я логично ответил смотри конечно может чего-нибудь поймешь для чего все это делалось но вот собственно на нашем вот это вот общение закончилось ну куда пошли средства я вам ребята сейчас как раз и покажу но давайте подведем небольшой итог всему вот этому да то есть не то чтобы я теперь злюсь как-то да или может наталья сергеевна там супер зла какого-то да это сделала просто у человека не знаю либо может ее обманывали постоянно или чё то есть у нее изначально как-то не складывались вот эти вот пазлы чтобы сделать общую картину для чего вообще все это делалось то есть вот у нее не складывается не складывается зачем это чего почему и то ли кто-то вот этот кривой пазл туда вставил вот этот кусочек то ли она сама себе его придумала да что вот эта вся общая картина нашей деятельности она окрасилась черный цвет то есть что например ну как я понял да то есть что она поняла что мы ходим по домам до снимаем каких-то там инвалидов ищем еще что-то собираем бабки на карту и ну и собственно себе собираем эти бабки и все им ничего не даем но как бы бабок она сказала мне не надо ничего не надо ну не надо не надо еще блин уговаривать что ли буду да то есть отдадим туда отдадим туда проблем никаких нет это печально да что человека обманывали наверное что у нее нету доверия ну и не с другой стороны это тоже урок то есть не надо нафиг никуда лезть и таких видосов в принципе наверно больше делать не буду но нафига мне это надо да по идее ну все то есть это был последний раз но отчетный нет отчетный естественно видос еще будет то есть вот на оставшуюся сумму то есть будут подарки на новый год то есть это естественно мы покажем чем мы купили как мы упаковали как потом вручали это все естественно будет вот ну все принципе не знаю пишите что думаете по этому поводу козел я не козел в общем не знаю вот такой некий суп присяжных да у нас получится вот но теперь собственно видео будет про погорельцев вот такие дела кто говорит что ремонт страшнее пожара это совсем не так снял я десятку вот у нас остаток 21 360 вот сейчас поеду покажу вам дом и как я денежку отдаю и здрасте а где к вам забежать А, тут закрыто наверно. А, в другую сторону. Всё сгорело. Всё, всё это дело. От чего загорелось всё это дело? Проводка замкнула. У входной двери. Почему вылезти не могли? Выбивали столько. Вытаскивали. Выфоргивали. В трусах, в мойках. Ну, веселуха, конечно. Хорошо бы спать не легли. Внучка говорит, дай дорисую, мама, дай дорисую. Они обычно в 9 часов ложатся спать. А тут дай дорисую. До 10 рисовали. 10 часов там всё загорелось. А то сосед шёл мимо, увидел, давай быстрее тарабанить. Открывать двери. Ага. Ну, ясно. Ладно. Тогда вот. Чем мы можем... Спасибо большое. Ничего расписываться, ничего не надо. Да нет, не надо это. Спасибо. Ясно. Ясно. Ладно, тогда. Удачи в восстановлении. Спасибо большое. Удачи. 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 Все, что пока вот. Содрать, все это тогда вывести. Стоит так, мы будем. Все это вывести. такие вот дела это подъехал с этой стороны ну да вроде дом целая там на две половины видите как этом задница общем кто говорит что ремонт страшнее пожара это все хрень тут не горел конечно вот такие дела все ребят я вам в принципе читался остальные деньги ну детский дом на как сказать на конфеты ну либо смотрите сами можем все сюда отдать то есть пишите но правда я же по комментариям не пойму . из вас давал кто не давал так скажем кто участвовал в этом деле ребята вот наш последний отчет то есть смотрите десятку я снял вот 21 360 чисто на эту карту у нас поступали все средства сейчас я сюда зайду вот и сделаем полную банковскую выписку не знаю с какого сейчас на там числа делать ну там первые поступления не помню когда я кидал косарь посмотрим так сейчас поставлю чтобы вам видно было я снимаю тут так вот а вот первое поступление вот это вот я кидал косарь потом я кидал 7000 то есть который мне до этого давно накидали еще до с полгода назад вот тут собственно все поступления до которые совершались 1300 500 100 3 505 тысяч 1100 ну то есть сами все видеть то есть вот вот это вот все все вообще поступления до итого 31 400 получалось у нас только почему-то остаток 31 360 не знаю может там какая-то комиссия еще какая-то фигня а вот 60 рублей к этой чертовщина списалась не значит такое вот 31 360 то есть десятку я снял получилось у нас 21 360 вот которая пойдет собственно туда на подарки ну вот и все отчет я полный показал для этого собственно я и делал одну карту чтобы можно было полностью просмотреть куда там деньги пришли и ушли снимались не снимались а вот такие дела вот такие дела